друзья на сегодня на обзоре прицеп из ст самый большой мегаходный давно хотел сказать про него рассказать и показать плюсы-минусы и на это работа сейчас выключу все покажу прицеп как и многие говорят сделан из строительных профилей с вами полностью согласен поскольку эти все детали не настолько плитки и насколько приспособлены на кручение нагрузки ненагруженный пиццет начальное колесо крепилось вот сюда до небольшой нагрузки поэтому прислось принести колесо сюда как прицепчик прицепчик на усиленной оси и на 15 колес для толсты сюда добавить мало денег но 15 колеса с большим радиусом они конечно для бездорожья очень хороши радиус обката большой меньше влияет точки впрочем препятствия но и высота резины профиля резина выше чем у стандарт колеса также способствует лучшей надежности чтобы не пробить колесо ну и дополнительных отбойник из эво коврика несколько крыльев уже поменял ли 5 камушек колеса и особенно куда-то в крестковый едешь 100 километров в гору по дровике крылышки разлетаются только в путь но с этими прицеп изначально был куплен в комплектации с подъемной крышкой то есть вот эта вся конструкция стендом она поднималась конструкция крайне неудачная очень хлипкая при небольших деформациях ее очень сложно закрыть в общем не берите такую комплектацию очень неудачно плюс из-за того что механизм крышки подъемный он добавляет стандартной высоте еще сантиметров наверное 15-20 вот дополнительный фальшборд стоит там есть механизм крепится что делает рецепт наряду с 15 колес очень высокий видите да по сравнению с довольно высокая машина и какой кайф-травая нагрузка получается да это минус это большой минус но в рецепе можно стоять в полный рост перевозить высокие какие-то баги какие-то вещи высокие ну и также можно жить я несколько раз делал в различных соревнованиях во время дождя не ставить палатку довольно удобно мы пройдемся немного по конструктиву прицепа позже расскажу для чего это кронстейны это трансовых колес лодочных вот тоже из его коврика сделаны отбойники для чего чтобы камень летящий из-под колес ударяется борт рецепта не щелкали по крышке багажнику можно видеть как там довольно много следов меня осталось пока я не поставил эти мягкие отбойник для этого проблема ушла вот моя ноу-хау моя разработка это копия шарика от фаркопа 3d принтера для чего у вас есть колпачок вы сняли его рада положили забыли уехали сколько колпачков потеряну вы не счесть сняли обели колпачок далее по дополнение здесь также на крыле коврик противоподкатной запасное колесо закреплено на кронштейне еще брали мило и довольно удобно получилось здесь во первых оно делает разрисовку прицепа нужны как раз с с колесом он прям почти в нейтральное положение имеет килограмм 10 шаг или больше плюс красивый чумольчик все выглядело и импакт сквозь грязную дорогу вот советую такие вот светодиодные фонарик или не фонарик автомобильный короче здесь стоит мощность у светодиод золотого света с довольно широким углом освещение что это дает во первых видно край прицепа в зеркало машины потому что нижние вот эти фонарики как правило забивает грязью или снегом их не видно вот эти видно хорошо и всегда видно где у тебя габарит прицепа второй момент он очень мощный дает широкую засветку освещая как бы бок тента вы очень хорошо видно сбоку и засвечивает довольно большую площадь в эту область и когда ты задом сдаешь в гараж или заезжаешь в ворота вот эта область она хорошо подсвечивается по зеркалам очень удобно очень удобно ориентироваться я советую прям делать такую подсветку не заводя ни на задний ход никуда просто от габаритов она работает далее поскольку я отказался от подъемного механизма крышка у меня теперь вся вот она не подъемная но она съемная сделано для чего для того чтобы перевозить какие-то габаритные вещи например я самолет дельтолет перевозил они высокие патент не залазит либо вывозить какие-то сыпучие вещи какой-то флан вывозить в общем прицеп без крыши тоже иногда нужен или например еду на соревнования мотоцикл у меня стоит один мотоцикл у меня нет смысла вести весь тент за расходы по трассе больше тент снимается очень легко в одного человека специально продумывал как сделать чтобы было удобно поскольку крышка теперь не подъемная для удобства загрузки и подгрузки я сделал такие жалюги жалюжи это обычный окон ну нашел фирму которая торгует двумя железями собрали в общем то очень же недорого весь этот комплектик ставится он снаружи очень удобно открыл закрыл есть замочек вот такое не тем не менее если он еще не сделал это сзади с этой дверной фонари надо поставить вот эти лампы как-то накончивать все это на влаге все это отмечает как правило плохо работает упорные ролики какие-то колесики аскет это для чего когда прицеп опускаешь прицеп самосвальный чтобы он нижней части в этой железной реколомнии дорогущую плитку ставится на колесики амортизирует все хорошо для того чтобы рецепт в поднятом состоянии самосвальном хорошо стоял в случае чего амортизирует и при заезде не доходы не отыгрывал назад не опускался я поставил сюда два таких газовых упора это по-моему старые амортизаторы от задней двери от какой-то машины остались пара вот я их сюда приспособил тоже все хорошо оптимывается в рецепт все хорошо держится еще такая доработка получается очень полезная вот этот крючок он подкружиненный то есть его надо нажать и одновременно за ручку поднимать пузов сверху это не всегда удобно что я сделал я сюда смотрел такой магнитик на электротовар продается вот он примагничивается вот он открывается магнитик очень удобно если какая-то тяжелая техника стоит не приходится одновременно держать эту защелку и поднимать за ручки потому что если ставится допустим заезжает багги у нее развесовка передняя и кузов довольно тяжело откинуть все потом вот так тик и можно закрывать и она защелкнется и так крышка у меня если это вся руль вставлен то она закрывается на замочек для удобства она закрывается вот на эти пепель они не соскальзывают держатся на тярку и заходим удобно с операцией чуть оттягиваем скидываем и поэтому скидываем скидывания скидываем 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 и заходим шоке решаем полозья для лыж и под гусеницу сюда еще на зиму перекручиваем подлиже накладка. Когда снимается крышка, здесь ставится разъемчик такой, крепится и соединяется. Вот так вот он, все это дело выглядит. Проводочку сам сделал, все расположил. Здесь у меня какие-то запчасти лежат. Мы включили габариты, все у нас светится, все красиво и внутри сделана подсветка, удобство, вечерний загрузок, погрузок и разгрузок. Вот стою, полный рост, метр восемьдесят один, наверное, довольно удобно. Подсветка раз, подсветка два, этого вполне хватает. Четко, обязательно в каждом прицепе приехали, поднимали, вымели, что у вас красиво. Значит, здесь хранятся колеса, потом покажу для чего они нужны. Вот эта балочка тоже здесь хранится, это балочка для того, чтобы снимать крышку, колесики поворода, чтобы удобно было кататься. Значит, пент, пент я закрепил наглухую каркасу, саморезами, всяких там кросиков и взял и пропенил. Это сделано для того, чтобы пресеп не сосал пищи. Если кто-то приедет в пункт, он знает, что проехав по пыльной дороге, внутри пыль будет просто карауль. Пропенил аккуратненько серые пены по краям, от этой проблемы я ушел. В пресепе ездил, возил в пыльской лисковой, поездил, знаю, там сто километров пыльящей пыровейки, и еще там в кисуле сколько-то, пыль и нет, сто снежек приступает. Итак, приступаем к снятию крышки. Для того, чтобы снять крышку, нам потребуется отцепить щетку, снять эти танцевые колесики, которые здесь хранятся. Не на камеру, а так приносится, это делается за каких-то, может быть, пять минут, можно снять крышку и все так. Готовим колесики, закрепляем. Крепить сюда, просто заглубь, чтобы разъемчик не болтался. Тоже удобно, и грязь не попадает. Снимаем наше изобретение, промежуточная балочка, все с собой, все аккуратно. Здесь у меня хранятся специальные винтики, баночки, никуда не даются, не теряются. Это для того, чтобы закрепить эту балку на крышке. Так, берем наши колесики. Вот, чтобы они были накачены. Почему хранятся внутри, а не снаружи? Во-первых, меньше привлекают внимание. Самое важное, что вот эта пластмасса и эта резина не устойчивают к ультрафиолету. Поскольку прицеп, как правило, всю жизнь хранится, где попало, на солнце там, на улице. Резина начинает страдать, начинает быстро трескаться. И становится хрупкой вот эта вот сама часть. И осталось, что будет устроен. Поэтому, поскольку у меня сторона солнечная, никуда на солнце стоят. на солнце. Приходит вот туда. Прямо. Вдеваем здесь беспорченое. Ну. Значит, крышка. Крышка держится вот на таких зажимных зачетках. Вот этот я сам ставил дополнительную, чтобы она держалась лучше. по всему периметру проклеен уплотнитель. Ну, обычный из этого строительного магазина. Самоклеющий, чтобы не попадало тут. Так, крепим нашу. Нашу палочку. Для съемок пележки. Кстати, вот тоже. Очень удобно оказалось крепление на карабинах. Так вот она держится. Можно заходить, заезжать. А можно и отсутить, и опустить совсем. Если вам надо что-то заволоть туда или выловать. Например, спустить доход, не отсидывая. Не отсидывая. Да, пару слов хотел сказать о колесах. Балки. Которую продают. Которую продают для установки 15 резин. Балдохные. Балдохные. И переплатить. Порядка там. Балдохные. Это, ну, совершенно летний. На лодочных рецепт. На обычную стандартную балку. На обычную стандартную балку. И я подобрал вот такие замечательные диски. По-моему, они китайские. Замечательные диски, если видите. Диск 15. Вот. Разболтовка. На четыре балдоха. Стандартные жилеты. Такой диск стоит там. Порядка полторы тысячи рублей. Это, наверное, короткая. Такая заработка. Дереться, пожалуйста, уже очень хорошо. И ставится самая высокая. Самая жесткая. Грузовая. Резина. Потому, что она очень недорогая. У нее весь комплект диск и резина там. Совсем недорого. И это очень хорошее решение. На стандартных любых рецептах. Если хотели поставить. Чтобы получить такую точную высоту, как у меня там стоят на пятнадцатых колесах. Потому, что здесь стандартная балка. Ничего покупать лишним не надо. Единственная доработка. Да. Приходится поднимать немного крыла. Чтобы не сипляло. Резина классная. Резина очень жесткая. Очень она стойкая по всяким камням. По всякой гадости. Которые встречаются на бездорожье. На камере. На дороге. Очень себя хорошо зарекомендовал. И плюс высокий профиль. Что делает рецепт более мягкой. И все так любит. Это моброе ощущение. Наша балка. Балка-балка. Балка-балка. Да. Враспорт. Враспорт-вистый. Сделаем на светке. Может быть не сильно технологично. но довольно непрактично. С этой стороны загружаются винтики, 4 винтика и таким образом она закрепляется, закрепляется на нашей перечке. Для того чтобы быстро закручивать и раскручивать, вот такая у меня есть стучка с Aliexpress. Что я покупал давно, стоило недорого, это перечетка в одну и в другую сторону, ручная. А плюс не стоит моторчик для того чтобы догонять или загонять быстро болтики, винтики, тигачки или не крутить все время. Моторчик небольшой мощности, то есть сначала им закручивается, потом вручную дотягивается. Весьма хорошая вещь в хозяйстве. Здесь сильно затягивать не надо, поэтому моторчик хватает. Можно так, шуруповерху, дрелью. Все, наша балка СД креплена. Далее мы рассоединяем все наши защелки. Уважаем крышку. Здесь вот наш клинтик от тоже снимается. Кошка. Если бы не опасая защелка, то потом вроде бы так осталось. Вот так вот. Здравствуйте. Вот так вот. Все, крышка у нас свободная. Да, по поводу крышки, что хотел сказать, по поводу того, когда она была подъемная. Если, представляете, поднять вот эту всю здоровую креновину вверх, она поднималась довольно высоко, то есть на такое расстояние. Поскольку она очень криткая, достаточно было легкого сквозняка, чтобы эту всю конструкцию начало шатать, а ее неизбежно ввело, и обратно она уже не закрывалась. Это меня просто вытащило, и я поэтому решил отказаться от подъемного механизма. Ну, в общем-то я не рекомендую. Смотрите, здесь очень тонкий профиль, все это вот так вот ходит по дуном. То есть реально собраны строительные профили и конструкция. В том виде, в котором она была подъемная, она абсолютно не пригодна для реалек. Плюс получалась высокая, большая высота подъема крышки, что не везде ее можно было открыть где-то. Горазко проехал, что надо выкатить. Технику выкатить ты ее не можешь. Итак, продолжаем. Подходим к нашему главному секрету. Почему же задача была сделать так, чтобы эта вся конструкция снималась легко, быстро, в любом месте и в одному. Не просить, не привлекать никого. Было удобно ее снять, откатить куда-то в сторону, поставить ее, чтобы не мешало. Все ручки открыли. Теперь самая тайна. Это трансовые колеса от лодки. Обычные, как всегда. Все хреново покрашено. Практически не используется, что все облезло и заржавело. Вот так. Колесо так. Теперь нам надо его зафиксировать. Чтобы не корячиться, не поднимать крышку, делается очень просто. С легким движением руки колесико закатывается вручную. И фиксируется. Первое. Второе. Все. Крышка здесь, если ее поднимать, она будет весить, ну, килограмм, наверное, 40. Даже побольше. И так вот ее скорять и что-то с ней делать, очень неудобно. Так, крышку мы освободили. Провода отцепили. Все готово для скатывания. Все. Стандартная процедура. Сжимаем крючок. Легонечко у нас все дело поднялось. Вот стоит. Стоит в сервисе, потому что здесь конструктивные упоры в прицепе. Крышки ничего не днем. И все. Ну, здесь придется маленче поднатряться. Берем руками. Приподнимаем до пояса. И так вот это все скатывает. Ну, по ощущениям, где-то килограмм весит. Крышки ничего не хотели. Никаких проблем нет. У нас теперь голая платформа и копейку ее делаем. В принципе, здесь разговоры все это занимает очень большое время. Сам мышки делаются все в одного и на это. Главное – это узкие методы. Нам это было сделать пинтеревок. Крышки на потоке. Снимается нечасто. И постоянно это время. Порог. Крышки во время стоянки можно использовать. И используется у нас как детский домик, игровая площадка. хранение. Тут у меня стоял и газонокосилка одно время, и снегоуборщик, и квадрик у меня так хранился, пока навес не сделал. Крышечка эта скрывается, можно закрыть, можно оставить. Поворотные колесики чем хорошо? Что вы легким движением руки можете укатить, закатить на любой угол, завернуть, поставить, не напряжно. Именно одна ось поворотная должна быть однозначно. Все, стоишь. Никому не мешаешь. Для перевозки эндуро мотоцикла, вот, конечно, вся моя деятельность прицепа. Посмотрение сначала будет было, потом на друзей, то, что доработано. Для перевозки эндуро я сделал такую конструкцию. Крепкая, жесткая, надежная. Крепится к прицепу. Там у меня сделаны где-то лонжерон, где-то закладные сделаны. Болты с вареными гайками. Какой плюс? Мотоцикл крепится только за подножки, без использования растяжек, стяжек и прочего. Проверена конструкция не одной тысячи километров по самым хреновым дорогам Сибири и Алтая. Сейчас покажу, как все делается. Видите, для крепления предусмотрены 4 отверстия. Здесь идет лонжерон, там сделан дополнительный лонжерон с закладной приваренной гайки для удобства. Берется 4 болта. Все хранится аккуратно, чтобы не потерялось. И легким движением руки, вернее легким движением гейкоборта все это будет прикручено к рецепту. Если без лишних разговоров, чтобы оставаться за 4 минуты. Вот такой шуруповерт, зуба. Покупал в ДНС лет, наверное, 5 назад. Бо слух, единственный вздох по батарейке. Батарейка сейчас. Очень себя хорошо зарекомендовал для гаражных работ. Это не пневмо, конечно, пистолет, но удобство добавляет очень сильно. Вот формочка установлена. Единственное, какое я сделал небольшую ошибку, что болты, крепление к подножку, крепление к прикорту. Стообразный голос к прикорту. Прикортик не имеет. Вот, знаете, здесь. Для вдоха подгрузки и разгрузки именно мотоцикла я сделал такой трапик. Для чего это сделано? И всегда удобно отсидывать платформу, а не закатывать мотоцикл. Все это держать. Платформу надо опустить. Все это так. Опускать, все держать. Особенно сумочек после грязи. Все скользко, грязно. Это неудобно. Проще так поставил, закатил. И все. Закатывается легко. Без использования двигателей. Легким движением с небольшим разгончиком. Закатом выравниваем. И вот здесь вот фишка моей платформы. на которые я ни у кого не посмотрел. Придумал сам. Чтобы удобнее было мотик крепить. И не надо было все время держать руками. Сделан такие рога. Для чего? Для того, чтобы закатив мотик под них и чуть-чуть прижав. Он за счет пружин амортизатора и вилки распирается и стоит устойчиво. У остальных парней у них просто надо поставить. Потом прицелиться болтов, дырочку закрутить. У меня же можно вот оставил. Он стоит. Можно взять болт. Поверт. И все. Закручивается прямо сквозь подножки. Не надо бояться. Это уже проверено годами и десятками любителей дуромотоциклов, которые так возят зимую крепящую подножку. Берем сырик. У меня есть кайворд. Чуть-чуть прижаваем. Все. Мотик закреплен. Никуда он не денется. Стоит намертво. Не шатается, не катается. Ни за руль, ни за какие-то другие элементы. Не надо растягивать. Вот так. Ну вот, собственно, и все. 10 минут. Ваш прицеп. Без большого лобового сопротивления. Платформа. Все. Завтра едем на Сорево, Кемерово. На фионерскую жирку. Обещайте. Хорошая заруба. Интересная правда. До скорого. Это going? СМС-я. За разом.